А эту тему мы обсудим с Валентином Наливайченко, лидером общественного движения «Справедливость» и человеком, который много сделал для того, чтобы беглый президент все-таки пристал перед судом. Валентин, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну, как вы оцениваете этот процесс? Как думаете, сколько еще ждать приговора? Знаете, я не оцениваю, я переконанный, что в Украине мое отбудется открытый публичный процесс на наивысшем, возможном судовом уровне. Почему говорю сразу, я говорю, зі старта про найвищий судовый уровень в Украине для такого рода процесса? Він, по сути, є прецедентным. Потому что переконанный был и у влады, и когда пішов с владой, что нужно создать за такими, власне, наслідками масштабных злочиней против людей, злочиней, по сути, против людяности в нашей стране, нужно было создать специальный судовый орган, специальный трибунал у состава Верховного Суда Украины. Как нам радили найбільш знанные международные и украинские фаховцы права. Для чего, дружи, давайте скажем для телеглядача Минтеру, та для того, чтобы специальный суд, высокий, возможно, как специальная палата в Верховном Суде Украины, рассматривали за сукупностью все злочины, которые были совершены и до Революции Гидности, и во время Революции Гидности, и после. И самое главное, что сукупность доказательств затриманных, я напоминаю, генералей за арештованных часов правоохранных органов Януковича. Они должны быть рядом с ним. Вы сейчас правильно покажете, скайп, все это действительно проблемная ситуация. Но в Украине за градами есть люди, которые заарештовывали после Революции Гидности. Вот приходят сообщения снятия, вы о них сами говорите, но приходят сообщения с Рузовской Интерполом подельников Януковича, вот Арбузова, Клюева, другая компания. И этих людей что ждет? Они понесут наказание? Это две отдельные вещи. Я считаю, что невидворотность покарания в нашей стране, это наша обязательность. И народные депутаты, которые так сейчас пиарятся, что какие-то три еще народные депутаты, они будут рассматривать. И никак не снимут депутатскую недоторганность из всех. Так само и тут мае быть запроведена специальная судовая палата. И рассматривать как трибунал сукупность злочиней против людяности во время Революции Гидности. Бо на челе с Януковичем поплечники, силовики, чему они не сгадуются, чему они не отвечают? Через них сталася российская агрессия. Через них не готова была государство на то, чтобы противодействовать агрессии. Тому и Министр обороны тех времен, и глава СБУ тех времен, и Министерство внутренних справ, и податковцы. Вот, понимаете, я как человек, я действительно помню, как все-таки новые офицеры службы сбирали после Революции Гидности доказы, вот я вам скажу, что система была вражена вся правоохранная, была вражена тотальна система обороны державы и коррумпована с верху до низу. От президента того, который уже втек, до последнего выполнялся, где? Податковцы. А дружи, давайте так же людям скажем, а переодягненные податковцы, переодягненные спорта, работники К, которые выходили и чинили злочины на улицах Киева, Полтавы и других мест. За совокупностью, мое переконание, специальный трибунал и специальный суд. Вы говорите о том, как была шокирована система правоохранителей новых уже, да, а общество, вспомните, в то время было еще шокировано после того, как увидело Межигорье, размахом воровства, размахом вот этой коррупции. И мы уже говорили, что в Генпрокуратуре хотят, чтобы суд конфисковал все арестованное имущество Виктора Януковича. Продолжаем разговор с Валентином Наливайченко, лидером движения «Справедливость». Валентин, ну вот мы увидели кое-что осталось непонятно, кому принадлежит. Эксперты очень многие говорят, что имущество соратников Януковича, того же Клименко, Курченко, до сих пор работает и, возможно, кормит этих беглецов. Как вернуть все это государство? Первое и главное, и Курченко, и Клименко, и Азаров, и их нерухомость, бизнес, и всякие прихованные и наявные квартиры, и другие, власне, майно незаконно добуто, было найдено, задокументовано, и доказы на кинец 2014-го, я, отвечаю, головой, подписано было и передано Генеральному прокурору и в Генеральную прокуратуру. Давайте пояснимо, для чего это было сделано. Это было сделано для того, чтобы, наконец, Генеральная прокуратура, хотя в 2014-2015 году, начало криминальное проведение, предъявила подозру, главным подозрюванным фигурантам криминального проведения, и сразу в суде мав прокурор вимагать, что? Застосовывать обмежения, санкции и за решетку. Не было сделано аж до последнего времени, пока Генеральный прокурор Луценко оголосил подозру уже главным подозрюванным Януковичем. Но сейчас, вертаясь к главной теме, нерухомость, которая осталась, нужно поддерживать работу антикорупционных активистов, которые вы ищут, и журналисты, вы. Но вы знаете, что вы видите только верховку айсбергу. Но, на самом деле, главные деньги, которые выкрадены из нашей страны, которые так нужно вернуть в государственный бюджет, выкрадены и находятся в Люксембурге, Лехтенштейне, Латвии, на Кипре, в банках на рахунках и личных, всех названий, которых мы сгадали и не сгадали, поплечников Тоди Януковича и его членов семьи. И, соответственно, набагато большие суммы, миллиарды долларов, выкрадены из нашей страны. Для их повернения, правда, потребуется серьезное судовое заседание. Тут, в Украине, решение суду украинского, которое должно быть передано на выполнение, например, прокурору Лехтенштейна. Для чего? Для того, чтобы миллионы евро сложную рахунку в бюджет Украины. Валентин, очень коротко попрошу прокомментировать главный скандал этого дня. Что вам известно о задержании члена НАБУ на гигантской взятке? Правда это или нет? Возможно, вам известна фамилия. И правда ли, что сейчас офис НАБУ переходит в режим чуть ли не осадного положения? Зрителям напомню, мы это сейчас проверяем и обязательно еще посмотрим, что там происходит. Я могу сказать, что самое главное, тот, кто проводит спецоперацию, должен ее комментировать. Это принцип профессионала, я всегда таких принципов дотримался. Если вы уже проводите спецоперацию, допускайте журналистов, поставьте пресс-секретаря или фахиста ведомства, которое проводит любую спецоперацию и комментируйте, дайте информацию. Люди имеют право знать о любую спецоперацию, если она не секретна. Мы стараемся дать это право знать нашим зрителям прямо в эти минуты. Мы узнаем всю информацию, ждем комментариев, прорываемся к офису НАБУ. Напоминаю, все это вы увидите в прямом эфире. Вам, Валентин, я благодарен за этот эфир. Спасибо за ответы. Валентин Наливайченко был гостем подробностей недели. Продолжение следует...